В московском университете В общем, этой тематикой занимались геологи, и когда я был студентом третьего курса, это был 1985 год, еще динозавры вовсю жили, тогда, собственно, гидромеханики задачами вулканологии и не думали заниматься. Если перечислить всю литературу, которая существовала по моделированию, можно было, наверное, на пальцах пересчитать, может быть, добавив пальцы ног. Сейчас просто по этой тематике собираются огромные конференции, и этим занимается большое-большое количество людей. Я начал этим заниматься, этими задачами в 1985 году студентом третьего курса. Когда нам давали тему курсовых работ, выяснилось, что есть тема по вулканологии. Я очень обрадовался, поскольку я очень любил путешествовать, а тогда за границу вообще было не попасть, а Камчатка, ну, это практически самая дальняя точка от Москвы, куда бы можно было попасть. Вот мой научный руководитель, профессор Алексей Алексеевич Бармин, поехал на Камчатку в командировку и застрял в северном городе на Камчатке. Это, в общем, даже скорее поселок, а не город под названием Ключи. Погода была нелетная, и там была вулканостанция. На вулканостанции были сборники, вернее, журналы вулканологии и сейсмологии. Он начал читать эти журналы, очень ругаться на те уравнения, которые там писали, и решил, что нужно завести студента-механика, который бы умел писать правильные уравнения. Ну и вот мне повезло, как раз в том году я взял тему. С тех пор у нас в институте механике сформировалась уже достаточно большая группа, которая занимается задачами, связанными с природными процессами. Ну, в основном вулканология и различная фильтрация. Про нее мы тоже будем немножко говорить. И, соответственно, сейчас это активно развивающееся направление, и мы уже несколько лет с Павлом Юрьевичем читаем вот этот курс, где он читает геологическую часть. Я читаю часть, связанную с моделированием. Конечно, задача у меня очень непростая, потому что вы все с совершенно разным образованием, и для кого-то уравнение это естественный способ понимать жизнь, для кого-то это диковинка. Но, тем не менее, я постараюсь на уровне, ну, почти школьной математики, с привлечением, правда, курса математического анализа, который на первом курсе проходит на многих факультетах, объяснять задачи, связанные с движением магмы в различных условиях. Ну, вообще, для чего это надо? Вот Павел Юрьевич уже рассказывал вам много о том, чего мы можем и каким образом померить. Скажем, вот вы приехали на извержение, можете попытаться каким-то образом померить, например, расход магмы, то есть сколько магма в секунду появляется на поверхности. Можете установить приборы, например, сейсмографы, и померить, какая интенсивность землетрясений сопровождает это извержение. Например, другие приборы могут мерить медленную деформацию земной поверхности. Можете оценить температуру, можете оценить высоту вулканической колонны. Ну, сейчас методов много, но, тем не менее, все эти методы не позволяют вам непосредственно заглянуть в то, что происходит в канале вулкана, как магма поднимается на поверхность. Ну, вы можете взять образцы магмы, которые уже, правда, изверглись в лабораторию и померить различные свойства этой магмы. Ну, например, плотность, вязкость, теплофизические параметры, теплоемкость, теплопроводность. Можете изучить структуру, сколько в ней пузырьков, сколько в ней кристаллов, какого они размера и так далее. Наконец, вы можете провести петрологические эксперименты. Взять маленькую капсулу, поместить магму при больших температурах и давлениях. И, например, снижая давление, имитировать таким образом подъем магмы и смотреть, что с ней происходит. Но, опять же, это будет очень маленький объем, и перенести данные экспериментов на реальность порой не так просто. А что от науки этой нужно? Ну, самое главное, чего от нас все хотят, это прогноз. Когда, где, с какой интенсивностью произойдет извержение. Ну, и другая важная задача, и я о ней тоже буду говорить, это необходимо каким-то образом планировать обустройство территории вокруг вулкана. Где можно строить дома, где нельзя, где надо эвакуировать жителей, когда появляются первые признаки готовящегося извержения, а где безопасно. Вот на все эти вопросы, если вы имеете только вот эти данные, без математического моделирования, ответить точно нельзя. Другое дело, что, к сожалению, математическое моделирование сейчас скорее находится на стадии, когда вы можете, ну, скажем, понять, как эта штука работает. А вот по тому, что вы наблюдаете. А вот предсказать, как она будет работать, гораздо сложнее. И хорошие прогнозы, основанные на математическом моделировании, они происходят, к сожалению, довольно редко. Ну, давайте заглянем внутрь вулкана. Я картинки подобного рода начал рисовать с 1985 года. Ну, и вот это некая стадия, до которой я дошел сейчас. Значит, Павел Юрьевич вам рассказывал, что перед извержением обычно магма скапливается в вулканических очагах, расположенных относительно неглубоко в земной коре, и в процессе извержения по какому-то объекту, который мы называем канал, хотя это может быть и система каналов, и канал очень странной формы, поднимается к поверхности. Значит, Павел Юрьевич вам также рассказывал, что магма — это сложная среда, которая состоит из, собственно, магматического расплава, различного рода кристаллов и летучих компонентов. В первую очередь это вода, углетислый газ. При подъеме к поверхности давление в магме падает. Чем меньше давление, тем меньше летучих компонентов магма в себе в растворенном виде может удержать. Соответственно, как только у вас падает давление, летучие начинают выходить из магматического расплава и для начала образовывать отдельные пузырьки. Когда давление падает больше, этих пузырьков становится больше, они растут, и при некоторых условиях может наступить фрагментация магмы, то есть переход от течения вязкой жидкости с пузырьками к течению газа с частичками магмы. В этом случае у вас будет эксплозивное извержение. Ну, например, вулканское или суп-супер, просто пленианское. А та же самая магма, однако, если она поднимается медленно, может растерять свои летучие по дороге, и про это я тоже буду рассказывать как, и тогда на поверхности у вас будет, ну, например, излияние лавового потока, или для кислых магм очень часто происходит рост лавовых куполов. Эти купола растут с очень небольшой скоростью, то есть здесь скорости, скажем, миллиметров в секунду, а здесь скорости сотни метров в секунду. А расход, то есть количество, скажем, килограмм магма, которая появляется на поверхности, скажем, здесь может доходить до 10 в 12 в секунду, ну, а здесь порядка 10 в 4. И внутри, в очаге, может быть одна и та же магма. Вот с помощью математических моделей, которые строим мы, можно объяснить, когда будет такая ситуация, когда будет такая ситуация, и от чего это зависит. Ну, и вот немножко к гидромеханике уже. Магма, конечно, во многом жидкость уникальная, но все-таки это жидкость. И вот если мы рассмотрим течение в трубе, жидкости и газа, то существуют различные режимы этого течения. Значит, когда газа мало, то газ находится в виде отдельных пузырьков и режим течения, естественно, называется пузырьковым. Когда газа побольше, и пузырьки могут более-менее свободно двигаться в магме, а это значит, что вязкость магмы небольшая, то они объединяются в так называемые снаряды. Большие пузыри, сравнимые с диаметром канала, которые поднимаются один за другим, и происходит такой транспорт жидкости. Дальше, если газа еще больше, то режим так называемый перемежающийся. То есть у вас жидкость с относительно небольшим количеством пузырьков и довольно неправильные формы газовые объемы. Ну и, наконец, когда наоборот жидкости мало, а газа много, то возникает дисперсный режим, когда практически жидкость находится в виде отдельных капель, которые переносятся вместе с газом. Вот здесь представлена такая простая диаграмма. На самом деле эти границы, они очень условные, они зависят много от каких параметров, от того, какая у вас жидкость, какой газ, какие скорости течения. Но вот если, скажем, расход жидкости большой, расход газа маленький, а расход – это количество газа, которое мы здесь, скажем, подаем компрессорам и жидкости. То будет пузырьковый режим. Значит, будет также дисперсный режим, когда пузырьки в жидкости будут расположены достаточно хаотичным образом и будут взаимодействовать, сливаться, распадаться при больших скоростях. Значит, если у нас газа больше, то будет снарядный или перемежающийся режим. Ну и, наконец, если газа очень много, то это будет дисперсный, когда капли находятся в газе. Давайте, вы уже слышали от Павла Юрьевича классификацию вулканических извержений. И давайте посмотрим, ну, чему это соответствует при течении жидкости в канале. Значит, вот в исландском режиме газа вообще в жидкости очень мало, и за исключением небольших газовых фонтанчиков совсем на поверхности у нас происходит пузырьковый режим течения. Значит, для гавайского типа газа уже немножко больше, у вас обычно вместе с излиянием лавы происходит такое фонтанирование, и здесь в глубине будет пузырьковый режим, а ближе к поверхности, около кратера дисперсион. Страмбулианский тип, отдельные дискретные взрывы, подходит большой пузырь, лопается, и, соответственно, это будет снарядный режим. Ну и, наконец, взрывные эксплозивные извержения, вулканские, су-культропленианские, в большой части канала будет режим дисперсионный, то есть, когда будут двигаться магматические газы с частичками, с фрагментами магма. Значит, я для вас подготовил слайд с некоторыми основными обозначениями, просто когда вы будете готовиться к зачету, будет удобно смотреть, что есть что. Я старался сделать в лекции так, чтобы одной буквой всегда называть одно и то же. Сейчас я не буду по этим буквам идти, но для тех, кто не очень помнит, напомню две вещи. Первое, что такое производная функции одной переменной. У нас есть функция f, которая зависит от переменной x. Тогда производная функция, она обозначается df по dx. Что это такое? Мы берем f от x плюс дельта x, вычисляем значение функции, вычитаем значение функции f от x, делим на дельта x. И мы смотрим вот это выражение, когда дельта x у нас маленький. Ну, есть и строгое определение, когда дельта x стремится к нулю. Значит, вот это вот обозначение производной функции. Поскольку законы механики описываются дифференциальными уравнениями, этим я буду пользоваться. Значит, теперь, если функция, например, у нас многих переменных, скажем, зависит от x и от y, тогда ее производная по x, то же самое, как здесь, просто второй аргумент y у нас не меняется и обозначается вот такой косой буквой d. Значит, вот этим я буду пользоваться. И первая часть лекции у нас будет посвящена основным уравнениям механики сплошной среды. Это фундаментальные законы сохранения массы и закон сохранения импульса. Значит, для начала надо дать определение, что такое сплошная среда. Это некий объем, в котором можно выделить маленький элемент. Но в этом маленьком элементе должно быть много, скажем, некоторых характерных частей. А характерные части, например, много молекул жидкости. Или, например, если мы описываем эволюцию галактики, это можно делать такими же уравнениями. Это, например, будет много звезд. Значит, вот первое условие, чтобы в этом объемчике было много этих самых элементов. И второе требование к этому объемчику маленькому, чтобы все функции, которые описывают поведение сплошной среды, на размерах этого элементика менялись бы мало. Значит, ну опять же, скажем, если у нас мы описываем процессы течения в жидкости, если мы возьмем просто маленький элемент, в котором много молекул, то обычно в жидкости на таких размерах ничего особенно не меняется. Опять же, если мы... И здесь L должно быть больше, чем средняя длина пробега, свободного пробега молекул, например. А если мы описываем эволюцию галактики, то опять же надо выделять какие-то звездные скопления, которые существенно меньше размера галактики, и для наших целей можно считать, что они себя ведут совершенно одинаково, там внутри этого элемента ничего не меняется. Тогда мы можем каждому элементу приписать его центр, вот и выделить, например, такой кубик с координатами x, y, z со сторонами dx, dy, dz, вот с такими вот длинными. Ну и можем мы сказать, что обладает этот объем некоторой скоростью, давлением, вещество здесь обладает плотностью, температурой, ну и можем приписать этому элементу сплошной среды некоторые свойства. И первый важный закон, который нам надо изучить, это закон сохранения массы, который, правда, не для жидкости, но, пожалуй, впервые был сформулирован Ломоносовым, вы можете прочитать потом, что он говорил, но факт тот, что если где-то к чему-то, чего-то прибавилось, то откуда-то это убавилось. Более научное определение этому дал Лавуазье, а нам надо будет вывести этот закон сохранения массы для течения жидкости. И я буду в основном говорить о жить в таком одномерном мире, поскольку мы будем в основном заниматься течениями магмы в канале вулкана, в канале вулкана есть труба, поэтому вот мой одномерный мир это будет вертикальная труба, и для него, собственно, мы будем в основном и записывать все уравнения. Значит, вот наша труба, мы можем вырезать из нее вот такой блинчик, достаточно коротенький, и вот это наш будет элемент сплошной среды, для которого мы будем считать, что внутри него все однородно. Значит, его вот размер будет длина dx, диаметр d, и можно ввести расход. Значит, это расход равен плотности жидкости, умножить на скорость жидкости, и умножить на площадь поперечного сечения. Измеряется в этом случае он в килограммах в секунду. Значит, если мы хотим знать, сколько, например, метров кубических в секунду чего-то извергается, тогда мы не будем домножать это дело на плотность. Значит, вот вообще очень полезное правило, если вы пишете какое-то уравнение, и, например, с одной стороны уравнение у вас килограммы по размерности, то с другой стороны тоже должны быть килограммы. Килограмм метру никак равен быть не может. И если у вас так получилось, значит, вы где-то допустили ошибку. Я, скажем, вот когда занимаюсь выводом каких-то уравнений для себя, я всегда в конце проверяю, что у меня килограмм не равен метру. Значит, давайте тогда запишем закон сохранения массы вот для этого кусочка трубы. Значит, сюда втекает жидкость с плотностью ρ1, а плотность в каких единицах измеряется громче? Совершенно верно. Значит, со скоростью v1, а вытекает из этого объемчика с плотностью ρ2 и скоростью v2. Значит, полная масса жидкости в этом объеме, это есть объем этого элементика, πd2 на 4, это площадь сечения, dx это длина цилиндрика, соответственно, вот эта вот радость вся эта будет объем цилиндрика умножить на площадь. Но я, чтобы не писать эти d2 на 4, обозначу сразу s, будет у меня площадь поперечного сечения. Тогда изменение массы во времени, это есть изменение плотности во времени, потому что мы считаем, что площадь сечения трубы у нас не меняется, и длина вот этого элементика тоже не меняется. Согласно Ломоносову, если откуда-то чего-то утекло, значит, куда-то оно должно притечь. Соответственно, закон сохранения массы, изменение массы пропорционально тому, что втекает, и тому, что вытекает, разности того, что втекает, и того, что вытекает из этого объема. Ну, q – это расход, как мы уже помним, да, это произведение площади, плотность на скорость, и, соответственно, вот q1 – это будет s на ρ1v1, а q2 – это есть s на ρ2v2. Давайте немножко преобразуем это выражение, вспомним, что такое масса, это есть произведение объема на плотность, разделим вот это выражение на dx, площадь у нас сократилась, получили так называемый закон сохранения массы. Произведение плотности по времени, плюс производная плотности по времени, плюс производная по координате от плотности умножить на скорость, равно нулю. Еще в гидромеханике часто это уравнение называется уравнение неразрывности. Значит, другой пример, если у нас, например, площадь канала зависит от вертикальной координаты, тогда из-под знака производной мы ее вытащить не можем, и сократить, как в прошлый раз, мы ее тоже не можем. А если, например, плотность постоянная, или процесс не зависит от времени, то есть производная плотности по времени равна нулю, то произведение ρ1, s1 на v1 равно ρ2, s2 умножить на v2. Производную по времени мы убираем, остается, что производная от этого выражения равно нулю. Это значит, что производная, что вот это выражение не зависит от координаты х. Ну, действительно, очень просто вы для себя это наверняка много раз видели, когда идете вдоль реки. Там, где сужение, там, где площадь меньше, там скорость, соответственно, больше. То есть произведение площади сечения на скорость, это есть константа, если плотность не меняется. Ну, у воды плотность в реке меняется очень и очень мало, если только она не очень грязная. Ну, мир на самом деле трехмерен. Я не буду очень часто в этот трехмерный вид переходить, но, тем не менее, реально скорость имеет этот вектор, она имеет три компоненты вдоль направления x, y и z. Ну, и вот закон сохранения массы записывается в более сложном виде. В принципе, вот все, что написано сейчас на доске, можно для себя не переписывать, потому что, естественно, все это будет в интернете, все это уже сейчас выложено в PDF. Если вам удобнее, например, для себя... Значит, если вам... Так, сейчас куда-то перескочу. Значит, если вам удобнее для себя, например, распечатать заранее перед лекцией PDF этой лекции и на нем делать свои пометки, делайте, я буду стараться выкладывать до лекции уже PDF на сайт. Сайт все знают? Хорошо. Вот оттуда можно брать PDF, распечатывать, делать там свои пометки. Потому что формул будет много, запоминать их не надо, надо запомнить некоторую логику, которая связана с их получением. Просто для того, чтобы дальше я буду использовать какие-то уравнения, вы бы не говорили, откуда это все берется. Значит, второй фундаментальный закон — это закон сохранения импульса или второй закон Ньютона, который гласит, что масса умножить на ускорение, а ускорение — это скорость изменения скорости. есть или что ускорение тела, а пропорционально сумме сил, которая действует на тело. И коэффициент пропорциональности — это m, это, собственно, масса тела. Ну, Ньютон имел дело с яблоками, соответственно, а мы будем иметь дело с жидкостью, но принцип, в общем-то, сохраняется абсолютно тот же самый. Значит, вместо ускорения мне удобно записать, что это скорость изменения скорости, а произведение массы на скорость есть величина, которая называется импульс. Импульс — это векторная величина, масса, естественно, величина скалярная, скорость — это величина векторная. И если бы у нас была частичка массы m, то импульс этой частички — это есть просто масса умножить на скорость этой частички. Значит, опять же, если взять жидкость в трубе, в нашем кусочке трубы, то импульс — это и есть объем этого кусочка трубы, умножить на плотность жидкости и умножить на ее скорость, я сразу уже перехожу опять в наш любимый одномерный мир. Если у кого-то возникают вопросы по ходу, пожалуйста, перебивайте, можете спрашивать. Значит, точно так же в эту трубу втекает жидкость с импульсом G1, втекает она со скоростью V1 и вытекает с импульсом G2 со скоростью V2. А изменение импульса внутри этого элементика — это тоже есть произведение объема этого элементика на изменение импульса внутри элемента. Точно так же, как мы писали для закона сохранения массы, изменение импульса происходит за счет того, что он притекает и утекает, и, кроме того, за счет действия сил на жидкость внутри этого элемента или на границах этого элемента. Значит, точно такие же соображения мы можем записать, но нам теперь надо знать, что такое силы. Значит, на эту жидкость внутри элементика действуют, собственно, две. Два типа сил. С одной стороны, это давление жидкости, которое действует на поперечное сечение. Оно действует со стороны других таких же объемчиков жидкости, которые здесь пределаны, здесь пределаны. Так что же у нас у меня этот... Нет, никто с другой. Да. Сам живет, компьютер. Вопрос такой. Вот у вас написано DG по DT. DG по DT равняется минус G2 на V2. Что-то с размерностью не так кажется. Сейчас. Нет, почему? Все должно быть... Можешь, пожалуйста, обратить туда, потому что там действительно какая-то странная. Да, там есть какая-то странная размерность. Может быть, я... Если же у нас импульс... Да. Нет. Смотрите. DG по DT. Да, DG по DT. Импульс поделить на секунду. Минус G2 на V2. Импульс умножить на метр в секунду. Метр стал поперек корла. Что-то не так. Так. Нет, тут DX еще есть. Но там тоже в DG по DT есть DX. Где? Нет, здесь DX нет. Вверху, вверху, посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, наверху есть DX. Да, наверху есть. Да, DG по DT. Ну вот что? Это плотность импульса. Это есть SDX, ρV. Соответственно, SDX мы выносим, потому что они постоянные. ρV – это изменение импульса. Они все были правильные. Ну давайте я на всякий случай проверю. Если что, мы к этому вернемся. Дестационное соответствие размерности. Да. Давайте проверим. Поскольку я это делал, недавно переделал эту вещь. Давайте проверим. Хорошо. Значит, какие же силы действуют? Значит, мы ввели величину давления. Это есть. И чтобы посчитать силу, которая действует на жидкость со стороны этой поверхности, мы должны давление умножить на площадь. Это, собственно, просто определение давления. Значит, кроме того, жидкость течет в трубе. Соответственно, со стороны трубы тоже на жидкость действует некоторая сила. Мы ее можем вычислить следующим образом. Она явно должна быть пропорциональной площади стенки трубы. Это пи дэта будет периметр. И дэкс это вот длина. Это дает площадь стенки. Соответственно, тау будет элементарная сила, которая действует на один квадратный метр стенки. Смотрите, пожалуйста, еще вот. У вас ДФ как будто бы скалярное выражение. В принципе, как будто бы это в проекции на ось вдоль трубы. А у вас написано сила тяжести. Она же действует перпендикулярно. Почему? Я просто свою трубу положил. А, вы ее перевернули. Я ее положил. Мне так удобнее рисовать. Ну, хорошо. Мне вас очень приятно иметь в качестве слушателя. Потому что вы много чего замечаете. Хорошо. Значит, это вот эти две силы. Ну и, наконец, жидкость у нас тяжелая. Поэтому на нее действует сила тяжести. Действительно, у меня труба повернута. Поэтому сила тяжести, естественно, действует туда, куда ей положено. Так. Ну, соответственно, мы опять же можем привести подобное. Я не буду рассказывать о выводе этого выражения. Опять же, мы просто приравниваем и подставляем силы. И получается вот такое выражение в нашем одномерном мире. Значит, можно воспользоваться законом сохранения массы. Те, кто, опять же, хорошо владеет техникой брания производных, могут легко преобразовать вот это выражение в вот это выражение. Это оставляю на самостоятельное развлечение. Кому это интересно. Ну, мир трехмерен, опять же. Если просто посмотреть на эти уравнения, это вот то, что будет, когда у нас есть три компонента скорости. Возникают такие сложные выражения. Но тут мы видим наше знакомое давление. А вот вместо тау, которая, сила, которая действовала со стороны трубы, у нас появляются силы, которые действуют от одного кусочка жидкости к другому кусочку жидкости. Их тут этих сил аж девять штук. Поэтому решать такие уравнения можно. Они решаются очень активно при проектировании многих технических, скажем, устройств. Летают самолеты, описываясь этими уравнениями, даже еще более сложными, чем эти. Но я вам просто показал, что мир несколько сложнее, чем наш одномерный мир, в котором мы находимся. Значит, вот предыдущие уравнения, они содержали три компоненты скорости, давления, и еще вот девять этих вот тау с индексами x, y, y, z и так далее. А уравнений всего три. Ну, плюс закон сохранения массы, четыре уравнения. Значит, что у нас неизвестных больше, чем уравнений. И нам каким-то образом надо связать вот эти буквки тау с скоростями или с чем-то там еще. И до этого существуют разные модели. Значит, вот самая простая модель, которой мы в основном и будем пользоваться, это модель вязкой жидкости. Для того, чтобы понять, что это такое, вспомним опыт, который проводил Ньютон. Значит, имеется бассейн с водой постоянной глубины. Ньютон брал пластинку и тянул ее с постоянной скоростью. И мерил силу, которую нужно затратить для того, чтобы тянуть пластинку с постоянной скоростью. Что установил Ньютон? Что, чем, во-первых, больше пластинка, тем большую силу надо приложить. Во-вторых, чем уже зазор между подвижной пластинкой, вот которая сверху, и неподвижной пластинкой, тем сопротивление, тем сила больше. Ну и кроме того, если наливать разные жидкости, например, воду или мед, то от этого сила тоже будет зависеть. И вот Ньютон установил, что если силу разделить на площадь пластинки, извиняюсь, она должна тоже буквой С обозначаться, она пропорциональна скорости движения пластинки, прямо и обратно пропорциональна зазору, в котором течет жидкость. А вот зазор обозначили буквой H. Значит, более того, можно строго показать, что для такой задачи скорость возрастает от нуля до скорости пластинки, причем линейным образом. И тогда вот эта V, скорость пластинки делить на H, это есть производная ДВ по ДУ, а У — это координата перпендикулярная плоскости пластин. Значит, вот этот коэффициент пропорциональности, μ, он называется вязкостью. И на бытовом уровне вы, конечно, неоднократно сталкивались с этим понятием. Значит, за счет чего у пластинки нужна сила для того, чтобы двигать пластинку? Если мы посмотрим, слой жидкости, который у неподвижной пластинки, он имеет нулевую скорость. Если мы условно разобьем жидкость на отдельные слои, то каждый следующий слой, он будет двигаться быстрее, быстрее и быстрее. Соответственно, за счет трения между этими слоями возникает сопротивление движения пластинки, которое надо преодолеть, затратив, если вы тянете пластинку с постоянной скоростью. Ну, давайте теперь поговорим немножко, вернемся к магме. Значит, вот от чего зависит вязкость магма. Имеется достаточно часто применяемая в уконологии формула, которая была получена на основе обработки экспериментальных результатов вот в этой работе Хесса и Дингвелла. И вот здесь представлена зависимость вязкости от концентрации растворенной в магме воды, вот тут вот в долях, или это вот 0,05 будет соответствовать 5 весовым процентам, растворенной в магме воды. А здесь вязкость, она измеряется в паскалях умножить на секунду. И вот тут вот, скажем, величина 10 в четвертой, а здесь 10 в десятой. А тут температура 800 Цельсия, 900 Цельсия, 1000 Цельсия. Значит, что мы видим? Что при увеличении температуры вязкость магмы уменьшается. Кроме того, если, например, магма поднимается к поверхности, то концентрация растворенной в магме воды уменьшается, и, соответственно, вязкость магмы увеличивается. Но вот эти вот цифры, 10 в четвертой, 10 в десятой, они вам особенно ничего не говорят, пока мы не попытаемся сравнивать с известными вам веществами. Ну, скажем, вот вязкость пара 10 в минус пятый паскаль в секунду. Вязкость воды порядка 10 в минус третий паскаль в секунду. Если очень густой мед, это 10 паскаль в секунду, уже его ложкой достаточно трудно двигать. Скажем, битум, который ложкой уже не подвигаешь, это 10 во второй паскаль в секунду. Значит, вот типичные магмы, они более вязкие, чем вязкий битум. Когда мы были в 2013 году на Камчатке, было извержение вулкана Толбачек, и там тек лавовый поток, и у нас был специально обученный студент с металлическим штырем, который подбегал к лавовому потоку, отбирал от него образец магмы, и лавы, вернее, уже. Павел Юрьевич бы меня сразу поправил. Лавы, то, что на поверхности, это уже лава. Образец лавы, мы его быстро закаляли водой, и дальше это исследовалось уже здесь, в лабораториях на геологическом факультете. Но для того, чтобы вязкую жидкость, вязкую лаву отодрать от потока, этот студент затрачивал весьма и весьма много усилий. Так, ну и вот в лекции моих будет встречаться такой знак вопроса. Это некоторое самостоятельное задание для вас. Значит, поскольку каждый студент хочет облегчить себе жизнь на зачете, то вот кто мне к каждой следующей лекции будет присылать правильные ответы на вопросы, которые я ставлю здесь, тот от устной беседы со мной будет освобожден, если, конечно, он сам лично не хочет побеседовать. Значит, вот в каждой лекции будет там пару-тройку не очень сложных вопросов. Значит, вот эта формула Хесса и Дингвела, логарифм десятичной вязкости пропорционален вот такому сложному выражению. Т – это температура в градусах Тельвина, а W – это концентрация только уже в весовых процентах. Это есть та концентрация С умноженная на 100. Вот я хочу, чтобы мне ответили на вопрос, что приведет к большему увеличению вязкости. Значит, уменьшение концентрации воды с 2 до 1 процента или охлаждение малмы с 1000 до 900 градусов Цельсия. Вот если вы воспользуетесь этой формулой, то, соответственно, переписывать ее не надо, она в интернете есть, то, соответственно, вот вы можете мне сказать, чего оказывает на магму больше эффект – охлаждение или потеря летучих. Чтобы давать относительные изменения или абсолютные изменения? Вопрос. Что приведет к большему? Значит, отвечаем на этот вопрос. А как вы это ответите? В относительных, абсолютных, как хотите. Значит, в одновременном нашем мире вот этот Тау это есть сила, которая действует на 1 квадратный метр пропорционально милдвх под и ирик, а в трехмерном мире оказывается все значительно сложнее, этих Тау там гораздо больше, но они все таким образом связаны со скоростями движения жидкости. И теперь, если эти Тау подставить в уравнение, то получится знаменитое уравнение на Вьестокса. Значит, вот имеется премия в 1 миллион долларов для того, кто докажет, что при любых начальных условиях и условиях на границе течения можно найти, во-первых, что можно найти, во-вторых, что можно найти единственное решение этих уравнений. Вот если кто-нибудь из вас хочет получить миллион долларов, то, пожалуйста, можете заниматься этой проблемой, но ей занимаются уже, ну, не один десяток лет, по крайней мере. И продвижение здесь есть, но не очень большое. Значит, эти уравнения на Вьестокса иногда можно решить аналитически, что очень, конечно, всегда здорово, когда у вас есть аналитическое решение. Вот, а численные их можно решать в каких-то случаях. Ну, самый простой пример, когда у нас ничего не движется, это наука называется гидростатика. Значит, и, наверное, из школьного курса физики вы помните опыт, который, по крайней мере, французы приписывают Паскалью. Ну, естественно, Паскаль француз, и французы хотят, чтобы Паскаль этот опыт проделал. Проделал он или нет, это точно неизвестно, но опыт свойств там, что берется кучка, в нее вставляется узкая трубочка, и сверху у него начинает пищевать воду. Когда столб воды станет достаточно большим, то бочка разрывается, и вода из нее начинает вытекать. Это можно показать строго математически, почему так происходит. Вот у нас гидростатика, то есть мы наливаем воду очень-очень медленно, поэтому скоростью этого процесса мы можем пренебречь, скорость равна нулю, и тогда подставим уравнение на въезд окса, в данном случае я направил честно ось Z вверх, и тогда у нас от уравнения останется dP по dx равно нулю, dP по dy равно нулю, а dP по dz у нас будет равно действию силы тяжести, произведению плотности воды на ускорение силы тяжести. Такое уравнение мы можем легко проинтегрировать, и окажется, что давление, если мы Z равное нулю зафиксируем на верхней границе этой трубочки, и давление там равно атмосферному, то тогда давление будет P атмосферное плюс ρGZ. А какая сила будет действовать на стенке бочки? Это и есть давление, умноженное на площадь стенок. Площадь стенок у бочки достаточно приличная. Если Z, вот эта величина, то есть большая, то есть трубка наша длинная, то, соответственно, давление будет большое, и площадь тоже большая, бочка разлетится. Ну, для нас это решение не очень интересное, потому что магма движется, и, соответственно, мы будем смотреть некоторые другие полезные решения. И вот перейдем к нашей первой модели вулканического извержения. Значит, вот имеется очаг, в нем имеется магма, которая скопилась с некоторым давлением P-чембер. Очаг связан с поверхностью щелевым каналом, и ширина щели 2W, а длина канала или глубина очага L. Соответственно, мы будем считать, что магма – это очень простая жидкость, что у нее постоянная плотность, постоянная вязкость, и тогда мы можем найти полезное аналитическое решение уравнений на въезд окса. Раньше на курсах, как это делать, я показывал, но поскольку теперь я читаю как курс, как межфакультет, я решил эти слайды опустить, но, в принципе, если кому-то интересно, то любой человек это может посмотреть в учебниках. Минутку, то есть у нас канал – это прямоугольный параллелепипед, длина, ширина, высота. Значит, смотрите, 2W – это ширина щели, H – это поперек до сти, L – это длина. Такой вот канал. Строго решая уравнение на въезд окса, можно получить простую формулу, значит, что расход жидкости пропорционален третьей степени вот этой полуширины канала, пропорционален размеру канала, который перпендикулярно до сти, обратно пропорционален длине канала, обратно пропорционален вязкости магмы и прямо пропорционален перепаду давления между очагом и атмосферой. Значит, вот дельта П – это П, П чемба, минус П атмосферное и минус РОЖЛ – это вес магмы. То есть вот это дельта П – это превышение над весом магмы. Если мы все эти величины найдем, то мы можем определить расход, то есть какое количество кубических метров в секунду магмы будет извергаться. Ну, вот сразу хочу сказать, в чем сложности, связанные с прогнозом и моделированием вулканических извержений. Видите вот эту вот величину? W – это ширина щели, через которую магма извергается. На поверхности мы эту ширину щели можем померить. А какая она в глубине? А кто ее знает? И не существует никаких прямых методов, каким образом эту ширину можно померить. А она вот в это выражение входит аж в третьей степени. Поэтому, если мы ее точно не знаем, то ошибка возводится в третью степень и получается, естественно, не очень хорошо. Я, может быть, если успею, расскажу об одном методе, каким образом эту величину можно оценить, померить. – Диафизика это не пробивает? – Диафизика это не пробивает, потому что этот объект слишком маленький. Очаг с помощью диафизики вы можете более-менее оценить. А вот, опять же, скажем, если есть какая-то большая трещина, то факт того, что есть трещина, вы с помощью диафизики можете оценить. А вот какой она толщины – нет. Ну, давайте приведем некоторый пример с более-менее реальными параметрами. Пусть у нас имеется щелевой канал, достаточно широкий, 5 метров полуширина, другой размер его 200 метров, трещина такой длины, глубина очага 5 километров, дельта П, давление измеряется в чем? – Паскалев. А М – это что большое? Мега Паскалев, значит, 10 в 6-й Паскалев. Значит, 10 на 10 в 6-й Паскалев. И вязкость, скажем, для базальтовой магмы, например, 10 в 5-й Паскалев секунду. – Ну, то есть магма, она даже более густая, чем битум? – Гораздо. – И как она там оттуда тогда выливается? – Вот, давайте подставим все эти вещи в формулу и посчитаем, что расход в этом случае будет примерно 333 метра кубических в секунду. Значит, много это или мало, я пытался найти какой-нибудь объект достаточно крупного размера, ну и вот я прикинул, что один кит примерно это 150 метров кубических. Значит, соответственно, у нас такой вулкан будет извергать 2,22 кита в секунду. Другое полезное решение. Все то же самое, но канал у нас круглый. Площадь сечения у него круговая. Формула будет немножко другая, и та же проблема здесь остается, если там была ширина в степени 3, то тут аж диаметр в степени 4, который померить, опять же, или оценить достаточно сложно. Но вот оказывается, что при той же площади канала и всех прочих равных параметров через цилиндрический канал можно извергнуть 5,25 кита в секунду. То есть через канал цилиндрический такой же площади, как трещинный канал, можно извергнуть магмы больше. И, например, если у вас извержение очень часто начинается, когда магма поднимается к поверхности в виде трещины, то потом обычное извержение локализуется, и у вас имеется центральный канал, через который уже магма извергается, а края трещины обычно застывают, и там течение магмы не происходит. Как раз объяснить это просто. Пробурить сразу цилиндрическую дырку в земле гораздо сложнее, чем ее просто растреснуть, поэтому магма поднимается в виде трещины. Однако энергетически ей выгоднее извергаться через цилиндрический канал, поэтому обычно края трещины начинают отмирать в процессе извержения. Ну, наша вторая модель вулканического извержения уже более реалистическая. Значит, все то же самое, только теперь канал наш находится в упругих породах. Значит, ну, представьте себе шарик, вы его надуваете, упругие породы, это будет оболочка шарика. Значит, чем больше давление внутри, тем больше объем этого шарика, да, пока он не лопнет. Ну, точно так же у нас здесь будем считать, что у нас давлению П0 соответствует объем очага омега-0, а давлению П1 будет соответствовать объема омега-1. Если П1 у нас больше П0, то омега-1 больше, чем омега-0, а вот этот бета, это некоторый коэффициент пропорциональности, который зависит от свойств пород, вообще может зависеть от свойств магнум и от размера самого шарика, скажем, от омега-0. Омега – это объем. Значит, опять же воспользуемся уже известной нашей нам связью между расходом магмы и давлением, только теперь у нас пусть все будет зависеть от времени. Значит, у нас началось извержение, магма из очага выходит, очаг сжимается, а давление в очаге уменьшается. Значит, вот можно провести очень простые выкладки и показать, что в итоге у нас все сведется к одному очень простому уравнению. Изменение дельта П по времени пропорционально самому дельта П со знаком минус. Кто-нибудь знает решение такого дифференциального уравнения? Экспонент обыкновенный. Правильно. Анекдот, наверное, такой, знаете, когда с мехмата очень часто люди попадают в психушку, ну, жизнь такая тяжелая. И вот один бегает и кричит, я сейчас вас проинтегрирую, я вас продифференцирую, значит, все боятся, а один никак не реагирует. Его спрашивают, а почему? А потому что я Е в степени Х. Действительно, производная от Е в степени Х равна самой Е в степени Х. Равна как и интеграл от Е в степени Х Е в степени Х. Значит, вот решение очень простое. Значит, дельта П к начальному дельта П0, точно так же, как расход к начальному расходу, вот будет убывать экспоненциально и характерное время здесь тета. Значит, вот такое решение. То есть извержение начинается интенсивно, а потом его интенсивность потихоньку падает. Но, правда, в этой простой модели это извержение будет продолжаться бесконечно долго, с интенсивностью все меньше и меньше и меньше. На самом деле, конечно, оно остановится, но уже в рамках более сложных моделей. Значит, есть ли такие вулканы, на которых такие извержения можно наблюдать? Ну вот я приводил на прошлых курсах вулкан Крахла в Исландии. И здесь я решил изменить, потому что, очевидно, вы будете пользоваться всем, что уже выложено в сети, прошлыми сдававшими. Я решил взять вулкан Крахла на Галапагосах. Значит, вот это вот извержение 95-го года, текут лавовые потоки, измерялся их объем в разные моменты времени. Ну, надо сказать, что это сама по себе задача очень непростая, как посчитать объем вот такого вот сложного тела. Но про это мы с вами говорить не будем. Факт тот, что вот если наложить данные измерений, то действительно имеется экспоненциальное затухание и интенсивность извержения с вот этой величиной тета, примерно равной 15 дням. А тета вот такая сложная формула, но она зависит от уже знакомых нам параметров, от вязкости, от размеров канала, от длины канала. Вот этот параметр бета равен модулю упругости пород, деленный на объем очага. Соответственно, если мы знаем все параметры в этом выражении, кроме, например, объема очага, то объем очага мы можем для данного вулкана оценить. Соответственно, нам не надо никаких сейсмических экспериментов ставить, достаточно померить, как расход магмы менялся в процессе извержения и, соответственно, отчинить объем очага. Вот вопрос номер два. Все параметры приведены, посчитать объем очага, выдать в километрах кубических и в китах. Вопрос такой насчет объема очага. Что вы понимаете под очагом? Эту трубу или вот эту картофелину, которая внутри? Просто объем картофеля в эту формулу не входит. Входит. В тетто. Вот оно входит, вот, связь давления в очаге с объемом очага. А, параметр B. Да. Так, сейчас идем дальше. Значит, это был второй вопрос. Ну, и, наконец, третья серия, о чем я хочу поговорить сегодня, если успею, да, еще успею, про ламинарное и турбулентное течение. Значит, наверняка, открывая кран, с этими вещами вы сталкивались. Если вы кран открываете немного, и расход жидкости маленький, то струйка жидкости ровная, все частички жидкости двигаются совершенно сонаправленно. Если вы откроете кран сильно, то струя начнет быть сложной формы, и траектория движения частичек, она может быть достаточно сложной. Значит, отморб-дрейнольц, врач по специальности, который интересовался движением крови в сосудах, проделывал опыты, значит, он брал сосуд с жидкостью, трубку, и, значит, закрывал ее сначала краном, кран открывал, и смотрел, пуская тонкую струйку краски, что происходит с жидкостью. Значит, если струйка не перемешивалась с другими слоями жидкости, то течение будет ламинарное. Если все у нас тут перемешается, и вся жидкость станет красным, течение будет турбулентное. Вот Рейнольц установил, что все зависит в основном от числа, которые он, естественно, назвал в свою честь числом Рейнольца. Значит, это число Рейнольца, это есть произведение плотности жидкости, на скорость жидкости, на диаметр трубы, и обратно пропорционально вязкости жидкости. Значит, оно обозначает отношение двух вещей. Тау – это сопротивление движения жидкости, а Ро В квадрат – это кинетическая энергия жидкости. Значит, если у нас вот этот Ро В квадрат по сравнению с Тау будет относительно маленькое, то течение будет ламинарное, сопротивление не дает жидкости разболтаться. А если у нас наоборот преобладает эта величина, то течение будет турбулентное. Значит, можно оценить, опять же, для магма в канале вулкана числа Рейнольца и ответить на вопрос, движение будет турбулентное или ламинарное. Ну, давайте, значит, для случая эксплозивного извержения внизу у нас течет пузырьковая жидкость, наверху у нас течет поток газа с частицами. Вот, давайте оценим число Рейнольца. Значит, для трубы Рейнольц выяснил, что это число, оно безразмерное, то есть вы можете мерить все либо в сантиметрах, либо в метрах, в граммах, килограммах, главное, чтобы все величины в одинаковой системе единиц. Вот оно, 2000, примерно. И можно оценить число Рейнольца для случая пузырьковой жидкости и для случая газовзвесия. Вот, я оставлю на самостоятельное изучение вопрос, этот не для меня, а для вас, для себя, в каком случае движение будет ламинарным, в каком случае турбулентным. А я продвинусь немножко дальше. Так. Значит, вот мы вспомним нашу формулу. Расход, это и есть площадь поперечного сечения, умножить на скорость. Расход, который мерится в метрах кубических в секунду, он пропорционален перепаду давления с вот коэффициентом, который зависит от диаметрии трубы и от вязкости жидкости. Значит, тогда можно переписать эту формулу, что перепад давления на единицу длины трубы есть, опять же, некоторый коэффициент, умноженный на среднюю скорость движения жидкости в трубе. А можно еще преобразовать это выражение, домножив вот все на плотность и на скорость и сделать вот такое соотношение лямбда, а здесь поставить ро в квадрат на 2D. Значит, вот оказывается, тогда вот этот коэффициент лямбда, он тоже безразмерный, то есть опять же, все входящие в него величины можно измерять в различных системах единицы, это очень удобно, и оказывается, что для ламинарного движения жидкости лямбда, это есть просто 64 делить на число ренольца. Вот это точное аналитическое решение уравнения на Вьестокса, которое позволяет определить связать перепад давления со скоростью движения жидкости в трубе. А оказывается, для турбулентного режима такой простой и красивой зависимости естественно получить нельзя. И вот обработкой многих экспериментов удалось получить такое сложное выражение, что единица на корень из лямбда пропорционально здесь есть число ренольца на корень из лямбда с лямбда входит и туда и сюда и еще есть параметр эпсион делить на диаметр трубы. Что такое эпсион? Эпсион это шероховатость трубы. Если мы под микроскопом посмотрим на стенку трубы, то очевидно, что гладкой она не будет. И вот эпсион это характерный размер шероховатости. Значит, вот тут эпсион делить на д это будет некая безразмерная шероховатость трубы. Таким образом коэффициент сопротивления определяется достаточно сложно, но тем не менее для инженерных расчетов его можно использовать. Значит, вот давайте рассмотрим такую диаграмму, как определить коэффициент сопротивления. Значит, здесь в логарифмическом масштабе отложен этот коэффициент сопротивления, здесь тоже в логарифмическом масштабе отложено число рейнольца, и вот эта линия это есть просто 64 делить на число рейнольца. Вот для ламинарного течения, что удивительно, коэффициент сопротивления никак не зависит от шероховатости. Даже если труба будет с очень шероховатыми стенками, оказывается, что это в общем-то не сказывается. Коэффициент сопротивления это лямбда? Это лямбда. Значит, а здесь для турбулентного режима целый набор кривых, потому что они зависят от числа рейнольца, коэффициент сопротивления, и от шероховатости трубы. Соответственно, вот 0, 0, 5 это большая очень шероховатость, а скажем, 0 это приближение гладкой трубы. Вот для разных материалов, тут вы сможете посмотреть, скажем, у бетонной трубы коэффициент сопротивления может доходить, то есть коэффициент шероховатости может доходить до 0, 0, 5 как раз. Значит, вот таким образом вы сначала можете определить число рейнольца для вашего течения в трубе, если вы знаете скорость, и дальше вы сможете понять, в каком вы находитесь режиме в ламинарном или в турбулентном и дальше определить по скорости, а какой, например, перепад давления нужен для того, чтобы обеспечить такое движение жидкости. Ну и, наконец, вот третий вопрос, это посчитать перепад давления для течения газовзвеси в канале. Значит, у нас была формула связи перепада давления с скоростью, с плотностью, с вязкостью. В данном случае, наверное, скорости тут будут большие, скорее всего, режим будет турбулентный, и вот мы можем пренебречь шероховатостью стенок, и в итоге получить, какой перепад давления будет, если у нас магма разорвалась на глубине 3 километра и поднимается к поверхности. Вот здесь все параметры заданы. Значит, диаметр канала 50 метров, длина канала 3 километра, поскольку у нас уже течет не магма с пузырьками газа, а газ с частичками магмы, то вязкость будет вязкость газа. 10 в минус пятый паскаль секунды. Скорость порядка 100 метров в секунду. Плотность газовзвесия 10 килограмм на метр кубический. Вот можно, используя все эти величины и формулы, которые я писал, получить значение перепада давления, причем мы еще учтем дополнительно вес газовзвесия. вопрос смотрите, там не надо решать трансцендентное уравнение, которое с логарифмом, который... Значит, решать его не надо, потому что для вас уже его решили. Если вы знаете число Рейнольса, вы найдете коэффициент сопротивления по этой диаграмме. Если... Диаграмма, да, диаграмма, она в лекциях соответственно есть. Вот три задачи, насколько я понял, первая задача была про вязкость магмы, от чего она сильнее зависит от температуры или от содержания в магме воды. Вторая задача была связанная с объемом очага, а третья с перепадом давления. Вот кто не очень хочет со мной общаться, на зачете может прислать мне решение этих задачек, желательно не всему списку студентов, я увижу, если все будет выглядеть очень одинаково, то значит наверное первый источник можно будет всегда найти. Ну и в заключении значит что мы сегодня сделали? Мы вывели некоторые страшные уравнения, которые описывают движение жидкости, ввели понятие вязкости, нашли некоторые простые решения и построили две модели извергающегося вулкана, которые как вы дальше увидите кое-что для чего могут быть полезны. Узнали о турбулентных ламинарных течениях, ну а в следующих лекциях будем узнавать, что все к сожалению гораздо сложнее. Значит если есть вопросы я готов сейчас ответить. ламинарных ламнарных